Баранки, баранки. Зелень, корень, любые специи, какие хотите. Не проходи мимо, покупайте овощи. Белокочанная капуста, цветная капуста. Любая капуста. Любые стулья на ваш выбор. Лавки с твердого дерева. Твердый сорт дерева. Ядреное пиво. Пейте пиво пенное. Будет морда здоровенная. Гуси, утки, суповые курицы. Гуси, утки. Сладости. 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 Сочные, спелые фрукты. Корзины. Корзины. Большие и маленькие. Низкие и высокие корзины. На любой выбор, моя дорогая. Посмотрите. Лучшие корзины. Ремонтирую обувь. Водит как новая. Самые лучшие горшки. Этот цвет вам к лицу. Отличный цвет. Королик нос. Раз-два. Раз-два. Где же Яков? Именно тогда, когда у нас лучшие покупатели. Эрнст, Эрнст. Ты не знаешь, где сейчас Яков? Он мне очень нужен. Эрнст? 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 Ты мне нужен. Где он? Яков. Вон он идет. Яков. Гуси, утки, суповые, курицы. Так же просится в вашу кастрюлю. Курицы для супа вовсе недостаточно. Нужно перец и приправы. Стой, раз-два. Зелень, корень и специи со всего мира. Все у сада моей мамы. Тише. Ну-ка посмотрим, что мы найдем для кухни нашего герцога, для стола нашего герцога. Сиятельного, любимого герцога. Ведь наш герцог совершенно особенный. Он не только самый большой гурман, лакомка, но самый большой гурман, дегустатор среди всех княжеств и королев на тысячу миль вокруг отсюда. А я, начальник кухни, его сиятельства, герцога. Итак, посмотрим, что мы найдем для кухни нашего доброго герцога. Сегодня. Тем более, дорогие люди, наш герцог самый большой привредник среди всех. Молчать. Тише. Посмотрим. Выберем, проверим, купим. И только тогда заплатим. Ну, капуста свежая, твердая и нежная, да? Белокочанная, краснокочанная, капуста, свекла, салат. Все свежее, сочное и вкусное. Купите и заплатите. Грабеж среди бела дня. Сладости, коренья, специи, чеснок. Стекла не слишком твердая. Мы возьмем только молодые. Они великолепны, нежные и сочные. Покупаем. Покупаем, не жадничаем. А сейчас специи. Самые тончайшие специи для нашего сиятельного герцога. Тогда вы должны купить у Ханны, господин главный повар. Самый главный начальник кухни нашего герцога. Ну тогда, давайте посмотрим, госпожа Ханна, как вам будет угодно, господин. У меня есть приправы, майоран, тмин и даже хрен есть. А вот здесь совершенно особенные приправы, господин начальник кухни. Несомненно, это подойдет для утреннего супа. А здесь у нас ягоды бузины. Для дечи и птицы это самое лучшее, что может быть. Да, да. Смешной мальчик, да? Так, я возьму вот это. Пять штук этих, десять, кореньи эти, четыре пучка, пожалуйста. Здорово. Но только с самых ароматных и лучших, госпожа Ханна. Вы должны знать, что если это не самый лучший и качественный товар, то его сиятельство герцог заметит это. Он выгонит меня из кухни. Нужно быть осторожным. Или вообще из замка. Или голову отрубит. Отрубит голову. Да, это очень опасная работа, мой мальчик. На сегодня хватит. Мы закончили. Большое спасибо, дорогие люди. До скорой встречи. Раз-два. 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 Я возьму ее. Дяков. Помоги матери продать товар. Да, хорошо. Кончайшие специи. Всем советую. Свежие фрукты и овощи. Вкусные овощи. Что это за пожилая женщина? Я уже 15 лет торгую каждый день на рынке. Никогда не видел раньше ее. Баранки. Очень свежие. Не хотите купить? Криндель. У вас есть специи? Ну, посмотрим. Проверим, что у вас тут. Дай-ка взглянуть на это, милая. Может быть, вам что-нибудь нужно конкретное? Зелень, специи? Да, специи всех сортов. Но мне нужны приправы из дальних стран. Надо же, обычная трава. Чабрец. Тимьян. С обычной грядки. Ничего особенного. Ничего подходящего. Фу, мусор. Это же обычная трава. Ничего особенного. Ну? Оставьте это в покое, пожалуйста. Плохие специи, моя дорогая. У вас плохой товар. Никуда не годится. 50 лет назад все было гораздо лучше. Вы бессовестная старая бабка. Яков. Она переворошила своими противными пальцами всю зелень. Да еще и перемешала. Начальник кухни самого герцога покупает специи моей мамы. Он доверяет. Начальник кухни самого герцога? Разве он хороший повар, а? Да что он понимает? Что он вообще знает? Повар самого герцога, что вы себе возомнили, женщина? Приправы для супа, базилик для паштета. Ясно? Ты что? Что-то понимаешь в этом? Но недостаточно. Совсем мало. Это особенный запах. Лучший запах. Перестаньте нюхать все своим грязным носом. Другие тоже будут покупать у нас. Яков, перестань. Что ты говоришь? Такие странные вещи. Нравится тебе или нет, но мне будет такой же. Хрема посередине лица, до самого подмородка. Понятно? Прогони старуху отсюда. Она все испортит, весь наш товар. Каждый имеет право посмотреть товар перед покупкой. Но не так же, Ханна. Плохой товар. Плохая капуста. Ваша шея сама все равно, что капустная кочерыжка. Она такая тонкая, что вот обломится. Смеешься надо мной, мальчик? Любишь тонкие шеи? Да у тебя вообще шеи не будет. Вот увидишь, твоя голова никогда не упадет. Никогда. Что за болтовня? Если хотите купить, покупайте. Если нет, уходите. Ой. Один, два. Так, вот это. Покажи мне вот это. Я не смогу отнести ее, одну эту корзину. Позвольте вашему сыну помочь мне донести до дома. Я заплачу. Награжу его за это. Вот этой монетой. Что вы скажете? Неужели я на самом деле должен идти с этой старой женщиной? Да. Но я не знаю. Конечно же ты пойдешь, Яков. Ты не можешь позволить старушке нести корзину самой. Давай. Плохой товар. Очень плохой. 50 лет назад был намного лучше. Намного лучше. Где мы находимся? В лесу, далеко за городом. Мы уже идем так долго, что я больше не могу. Еще несколько шагов, сынок. Мы скоро будем на месте. Еще пару шагов, уверяю тебя. Где же Яков? Ты можешь мне поверить, старуха, это фея. Крейт Вейс. Ханна, Ханна, послушай, моя дорогая. Она думает, что женщина, которая приходит в город раз в 50 лет, это ведьма. Что ты говоришь? Но если это правда... Эрнс, быстрее, беги за Яковом вслед. Умоляю тебя, старуха, это была фея Крейт Эрвес. Фея Крейт Эрвес? Мы должны догнать ее, скорее же. Я с тобой, никто не знает, где она живет. Мы найдем ее. Я тоже иду. Куда вы пойдете? В лес, за город. Мы найдем ее, обязательно. Скорее, давайте же. Вставайтесь тут. Иди, иди сюда. Я должен вернуться, отец ждет меня. Ему нужна моя помощь. Еще пару шагов, мальчик. Я не могу больше идти. Такой сильный мальчик. Мама будет сердиться. Да мы уже на месте. Уже на месте. Сюда. Сюда, сынок. Здесь я живу. И вот здесь. Суп. Суп подгорел. Суп подгорел. Суп подгорел. Невкусный. Подгорел. Спрячься. Ну, Яков, заходи. Будь как дома. Будь как дома. Я чую, что-то не так. Невыполненное задание, кажется. В чем дело? Ой. Суп сгорел. Три дня коту под хвост. Три дня готовила суп для нового повара. Подгорел. Ну, как же так? Как же так? Кто из вас не следил за котлом? За работу бездельники. Готовим новый суп быстро. Садись, Яков. Я должен идти на рынок. Сперва ты должен получить награду за свою работу. Было тяжело нести эти корзинки. Кокосовые орехи. Вы купили кочаны, капусту моей матери. Забыли. Вы же их купили. Ты думаешь? Раскалите их. И вскипятите молоко. Не забудьте положить лепестков розы. Это будет твоя награда, Яков. Я готовлю тебе супчик, который ты никогда не сможешь забыть. Сядь, Яков. Скоро твой суп будет готов. Я не хочу есть. Фея Критервис. Нужен лед. Фея Критервис. Фея Критервис. По-моему, беленью черное становится белым. А холодное горячим. Яков. Яков, отзовись, пожалуйста. Яков. Сапожник Эрнс. Я здесь. Яков, ты где? Отзовись. Сюда. От Якова ни следа не осталось. Что же теперь делать? Нам нужно обратно идти. Здесь его быть не может. Придумать, подобрать продукты, хорошо приготовить. Сто один и сто два. Никто не знает. Кроме меня. О, Сэмми. Ешь, Яков. Приятного аппетита. Какая вкуснятина. Вкусно. Никогда в жизни я такого еще не ел. Такой приятный. Островатый вкус. Кто мог такое приготовить? А? Ты можешь? Именно поэтому ты и здесь находишься. Ты мой новый поваренок. Ты должен научиться готовить это. Должен научиться. Время пройдет. За семь лет научишься готовить. Ты хочешь? Скажи. Ты научишься готовить супы и второе, крем-брюле и жиркое. Будь же поваром моим. Научись готовить так, чтобы любому господину угодить ты смог. Вот так. Но навечно, навсегда для меня лишь ты готовить будешь все свои года. Научиться готовить лучше, чем кто-либо. Несомненно. Тише. Я должна это сделать. Должна. Должна. Эту тайну бытия знаю только... Только я. Я. Ешь. Ну, кушай, Яков. Приятного аппетита. Что это было? Не вот мне. Что-то... Ачжи! Ачжи! Я сплю. Нет, это не сон. Ты не спишь. Ты не спишь. Ты останешься здесь навсегда со мной. В этом месте. В таком обличии. В моей власти. Полностью мой. Ачжи! О, господи! Суп был просто восхитительный, замечательный! Мой дорогой начальник кухни, вы лучший повар на земле! Лучший из лучших! Большое спасибо, ваше сиятельство! Так, а где моя телячья ножка, а? Младший начальник кухни, быстро ногу, теленка! Подать телячью ножку, быстрее, быстрее! Шевелитесь! Пробу! Быстрее пробу! Великолепный мой герцог! Она вас удивит! Слишком твёрдая! Вы что, хотели убить меня этим? Сломать все мои зубы? Дорогой герцог, начальник кухни Сделал блюда по всем правилам кулинарного искусства Даже не зная, что могло случиться Ах, так, начальник кухни Ну пусть тогда он и почувствует, насколько твёрдая эта нога Вон! Сошёл вон! Мерзавец! Какая прекрасна была бы эта ножка Овощи Овощи с нашего огорода Овощи! Мне? Да как ты смеешь? Вы самый строгий дегустатор и гурман Ой, ладно, ладно Ну хорошо Овощи с вашего огорода? Две телячьи ноги и побыстрее, пожалуйста Овощи с вашей огорода? Какой Мой маленький Яков, теперь ты уже не поваренок. Теперь ты настоящий мастер-повар. Ты готовишь лучше, чем тот. И семь лет ты готовил только для меня. Семь лет? О чем вы говорите? Успокойся, мой маленький. Лучше всего тебе удается паштеты. Ты знаешь теперь, да? 248 различных королевских блюд. Но еще вкуснее это твои супы. Я пойду погуляю в Голубом лесу. Буду собирать травы. А ты тем временем приготовь для меня суп с специальными специями, обсыпанными в мускайте и завернутые в листья ежевики. Мой любимый суп. Мой любимый суп. Все хорошо? Яков, ты будешь сейчас готовить сам. Этому учился семь лет. Семь долгих лет. За семь лет? Что она имеет в виду? Сюда! Быстрее! Принесите посуду и воды, пожалуйста. Одна белка будет сейчас. Листья ежевики у меня уже есть. Но нет муската, кажется. Муската нет. Белка, не нужен свежий мускат. Так, он где-то был тут. Где-то вот он тут был. Что это? Это нельзя трогать. Что нельзя трогать? Вот это. Не нужно трогать. Это принесет несчастье. Какой прекрасный цветок. А как же он пахнет. Божественный запах. Я, наверное, заснул в доме старухи. Мне приснилось, что был у Фий Ретервис в гостях. Готовил ей суп. Стал великим поваром, мастером паштетов. Наверное, не прошло и часа. Так, я ушел со старухой с того рынка. Я должен вернуться. Мать будет смеяться, если я все расскажу. А кто вы такие? И где-то старуха. Не уходи. Не уходи, Яков. Нельзя. Пойдемте со мной. Мы не можем. Нам нельзя. Не уходи. Но мама уже ждет меня там на рынке. Ты должен идти. Должен. Она думает, что это ей только приснилось. И он не знает, насколько безобразно он сейчас выглядит. Бедный Яков. Баранки, крендели, свежие крендели. Покупай обнижать ничем. Покупай обнижать ничем. Красивые цветочки. Идите сюда, взгляните на них. Давай, рекламируй свой товар, иначе у тебя ничего не купят. Я знаю. Ты все равно думаешь о человеке, но все же. Я больше никого никогда не увижу. Карлик. Карлик идет. Что это за карлик? Мама, ты сердишься на меня? Ты чего хочешь? Напугал меня до смерти. Убирайся. Убирайся вон. Но мама, я пришел поздно, потому что заснул в доме старочек. Ты издеваешься надо мной, что ли? Противный мерзкий карлик. Уходи. Но, мать, это же я. Посмотри, я же твой Яков. Мой сын. Кто ты только выдумал. Он говорит, что он мой сын. Мой Яков. Это ничтожество. А чем ты насмехаешься над бедной женщиной? Распугал всех клиентов. Уходи, противный карлик. Проваливай. И не появляйся здесь больше. Добрый день, мастер. Как у вас дела? Что это значит? Чего ты хочешь? Нет. Я просто спросил, как у вас дела, и все. Дела? Тяжело. Мне очень плохо. Работа уже не так хороша. Мои руки уже не те. Но разве у вас нет детей? Сына? У меня на самом деле был сын. Маленький. Мой Яков наверняка помог бы мне с работой. У вас был сын? Ну где же он теперь? Этого никто не знает. Семь лет назад нас украли. Его с рынка. Семь лет назад. Он должен был отнести одну корзину старой женщине с овощами. Назад он так и не вернулся. Мы искали его повсюду. Некоторые думают, что это была фея Крейтервес. Фея Крейтервес. Но может быть вам понравится что-нибудь из моих деталей. Например, пара башмаков, кожаный чехол для вашего длинного носа. Что вы имеете в виду против моего носа? Ему не нужен кожаный чехол. Ну, может быть и нужен. Дайте зеркало. Умоляю вас. Зеркало. Зеркало. Зачем? Так, я вам дам совет. Ему нужен насильчак. С вашей смешной внешностью у вас есть все шансы. Вы что, хотите, чтобы я этим занимался? Ну, господин, я думал только, что... Смешной парень, да? Дорогая госпожа, послушай меня. Я хочу только рассказать вам, что случилось со мной семь лет назад. Одна старая женщина пришла на рынок. Ваш Яков посмеялся над ней длинным подбородком. Потом он отнес ее в корзину с капустой домой. Старуха была феей Критервис. Она превратила вашего сына в карликвину и научила его готовить. Фея Критервис. Куда ты знаешь это имя? Потому что это я, пережил все это. Это меня Сорокова ввела с рынка и превратила в злобного карлика. Потому что это я, твой сын Яков, мама. Ты должна мне верить. Ты во что мне верить? Эрнст! Эрнст, ну, ходи сюда! Этот карлик утверждает, что он наш сын Яков. Он рассказал, как его украли. Он на самом деле все знает. Он все знает. Как ты думаешь, почему? Потому что я ему это все рассказал, и то, что он узнал от меня, он рассказал тебе. Так значит, тебя заколдовали, парень. Сейчас я тебя расколдую этим рубежком по заднице. Выблю все из тебя дурь. Отец! Отец! Автобессловестный обманщик. Как он мог? Как он может было? Я чую, что Яков пропал. О, Боже! Как же это произошло? Яков пропал. Как вы это могли допустить? Почему вы не смотрели за ним? Как он мог уйти? Как он смог выйти отсюда? А, мой цветочек. Тебя испортили. Он понюхал этот цветок. И попробовал. Он очнулся и ушел, но он все еще карлик. Одного лепестка не хватает. Но он вернется. Никто не будет с ним разговаривать. Никто с этим мерзким карликом. Он в моей власти. И останется. Медленнее перемешивай. Равномернее. Иначе нам не сдобровать. Тише, тише. Я прошу тебя. Такой ранний час. Наш господин еще спит. Что случилось? Господин младший начальник кухни. Он хочет поговорить с вами. Там шум какой-то. Это карлик? Чушь. Нет. Нет? Ну, позови его тогда. На самом деле, карлик, да? Ну, карлик, рассказывай, чего ты хочешь? Позвольте мне обратиться к просьбе главному начальнику кухни. Говорю. Слушай, извините, но мне нужен главный начальник кухни. Ну, я и есть главный начальник кухни. Говори же. Извините, но вы младший начальник кухни. Что это значит? Ты знаешь меня, противный карлик? Пошел он, вон. Спроси его, чего он хочет. Но не так громко говори. Выкладывай. Я хочу поступить на службу к его сиятельству герцогу. На службу к его сиятельству герцогу. Как шут может. Или как придворный карлик. Ты как будто создан для этого. Нет, никакой не шутник. Я профессиональный повар. И знай великое множество блюд. Кох bist ты? Повар? Да. Настоящий повар. Но тогда посмотри, какие кухни. Какие повара тут работают. Чтобы стать поваром герцога, нужно знать много рецептов. Да это безумие. Позовите главного начальника кухни. Это его компетенция. Опасная работа. Что же здесь происходит? Что случилось? Почему суп для завтрака еще не готов? Вот. Что это здесь делает карлик? Главный начальник кухни. Позвольте обратиться. Я хочу вступить к вам. На службу в качестве повара. Постыдись. Минуточку. Ты повар, говоришь, шутишь, наверное. Разве ты не знаешь, что герцог самый большой гурман? Более чем на тысячу миль вокруг отсюда. Он набирает своих поваров со всего света. Он самый большой любитель супов на завтрак. Супы на завтрак? Мое фирменное блюдо. Разрешите мне попробовать, мой господин. Наверняка на вашей кухне найдется немножко специи, пара яиц, мука, немножко перца. Перец. Ну что же. Давайте попробуем. Перец. Что ты возьмешь, чтобы приготовить? Пикантный датский суп. Что ты выберешь для этого? Белый перец. Самый спелый. Испанский или турецкий? Белый перец из Восточной Индии. Достойный выбор, мой мальчик. Но что ты еще возьмешь для клетков из гусиной грудки? Никогда не угадаешь. Это тайна. Нужно взять шесть больших гусиных печенок, два фунта сала, два мелкопорезанных луковицы и столько же шампиньонов и каперсов, две части трюфелей и еще сардельки, мускат, лавровый лист, мелкую соль. Достаточно. Достаточно. И еще специальную траву, которая называется утешение желудка. Бог мой. У какого волшебника ты учился? О траве утоления желудка? Даже я сам не знал. Ну? Итак, давайте испытаем его. Ну? Что мы скажем герцогу? Карлик будет поваром. Я бы предостерег вас. А почему бы и нет? Если карлик умеет прекрасно готовить, заткнись. Если карлик не умеет готовить, ему не поздоровится. Карлик, начинай. Начну. Где же мы завтракали? С добрым утром, ваше сеятельство. Как вы спали? Где же мой завтрак? Завтрак. Почему? Так поздно. Что у нас сегодня? Пикантный датский суп с клеткой миской, с куриной печенью. О, быстрее накрывайте. Я умираю с голода. Сервировка, быстро. Скорее, скорее. Пробуй, пробуй. Вкусно. Восхитительно. Мать мою за ногу. Что это? Датский суп? Да, господин герцог? Пикантный датский суп. Эй, хватит. Но почему у него такой... Почему... Почему у него такой сегодня другой вкус? Разрешите, господин герцог? Главный начальник кухни придел на работу нового повара. Быстро его ко мне. Приведите его. Ваше сияжительство. Это карлик. Кто? Новый повар. Доброе утро, господин герцог. Тебе конец. Что ты сказал? Конец. Только потому, что он так хорошо готовит. Так восхитительно, необычайно и прекрасно готовит. Датский суп был самым пикантным из всех, что я когда-либо пробовал. Мой маленький. Как тебя зовут? Меня зовут... Я не знаю. Он не знает. Тогда я буду тебя звать... Иди-ка сюда. Карлик... Карлик Нос. Я назначаю тебя... Старшим поваром утренних супов. Понял? Я поздравляю тебя, Карлик Нос. Я благодарен вам. Ладно, теперь слушайте. Теперь я наконец-то могу пригласить к себе толстого князя с Востока. Наконец-то. Толстого князя. Десять дней подряд мы будем подавать ему самое изысканное блюдо, так как он самый большой и великий знаток необычных блюд со всего мира. Вам понятно? Пять раз в день новое блюдо. Ни одно блюдо не должно будет повторять и предыдущее, и следующее будет вкуснее и великолепнее предыдущего. Восхитительно. Карлик Нос. Докажи свое мастерство. Выиграй спор. Иначе ты знаешь, каким будет наказание, верно? Голова от плеч. Карлик Нос, ты приготовь меню на десять дней, покажи его мне. Не жалеете моих сокровищ. Если вам нужно запечь блины, сделайте это. Лучше я буду зол на толстого князя. Я должен это знать. Что только я на свете самый большой гурман и дегустатор. Он должен быть поражен. Должен. Что за безобразный суп? Ты забыла положить специи, что ли? Здесь не хватает соли и эстрагона. Что за безвкусица? Достаточно. Все вы вместе не можете готовить так же хорошо, как один Яков. Я буду его искать. Искать? Пока не найду. Вот так. Если он еще жив, то наверняка работает с поваром где-то рядом. Нафиек и Тервес. А можно снова пойти в город только через пятьдесят лет. Не беспокойся. Я вернусь обратно без царапинки. Я могу учить все. Кастрюлю. Ключ. Я найду его. Где бы он ни был. Из-под земли достану. И схвачу. И обратно принесу. Как это пахнет. Какой запах. Как это вкусно. Бесподобно, Карлик Нос. Спасибо. Да. Готовят ему супы к завтраку. Нас перестали ругать. Теперь только хвалят. Карлик Нос, вы прекрасный повар. Но понравится ли это толстому князю с Востока, мы еще посмотрим. Не так ли? Десять дней подряд. Пять раз в день. И каждый раз. Каждый раз новое блюдо должно быть приготовлено. Я очень боюсь, Карлик Нос. Не бойся. Мы справимся. Да. Главный начальник кухни, Карлик Нос. Герцог идет сюда прямо сейчас вместе с толстым князем. Дождались. Герцог на кухню. Да с толстым князем. Наглеж. Салам алейкум. Дайте мне поприветствовать вас всех, люди. Повелители к кастрюле тарелок. Духи печи. Я доволен. Восхитительно. Как? Определенно. А вы, наверное, и есть Карлик Нос? Паштетов и тысячи вкуснейших блюд со всего мира. Ваши блюда на самом деле были хороши, готов признаться. Восхитительные. Как вы говорите, дорогой князь, совершенно, совершенно восхитительные. Да. Великолепные. В кухне намного лучше, чем в парке. Даже чем на охоте. Чувствовать эти запахи, пробовать их, брать пробу. Пробу. Пробу гостю. Потрясающе. Фантастика. Я знал. Ты меню сделал? Теперь я знаю, что вы сможете доставить мне удовольствие. Дорогой мой князь, посмотрите, могут ли эти блюда удовлетворить вашему изысканному вкусу в ближайшие десять дней? Взгляните, пожалуйста. Ух ты. Да, и моему желудку. Изысканно. Вы удивительно, а здесь? Разве это не восхитительно? Как? Ах да, совершенно восхитительно. Только тут это... Только... Только что? Только что? Почему за все то время, что я буду наслаждаться гостеприимством вашего сгадельного герцога, на стол ни разу не подадут... Картофель. Да. Паштет. Паштет? Ну-ка, Карлик Нос, быстро отвечай. Господин, вы еще будете... Тут долго находиться. Я успею все сделать. Прямо перед подачей. Я смог бы... Последний день все сделать. Да, да, да. Почему ты не предупредил меня? Ни разу о паштете. Ты что, хотел дождаться моей смерти, чтобы тогда высказать свое почтение в качестве знака уважения нашему гостю, чтобы завтра утром паштет был на столе, ты понял меня? Пусть будет так, как вы сказали, мой господин. Но сначала... Вы наверняка сами знаете. Если он вам не удастся, то тогда... Карлик Нос, в чем дело? Наконец-то, дождались. Он не знает, как его готовить, вы правы. Я не знаю, как готовить этот паштет. Даже не представляю. 200 рецептов паштетов, но только не этот. Это конец. Придумай что-нибудь. Я умоляю тебя. Пойдем сначала на рынок за гусями. Конечно, идите, идите. Когда я сижу на рынке, я все время думаю о Якове. Не переживай так сильно, Ханна. Когда-нибудь, я уверен. Когда-нибудь наш Яков снова будет с нами. Я не верю в это больше. Карлик Нос снова покупал у тебя синие продукты. Ты что? Напределенно что-то знают наши мальчики. Не уверен. Я обругала его и прогнала, а теперь он повар самого герцога нашего. Знаменитый повар, кстати. Да уж. И все равно. Мне больно смотреть на него. Карлик Нос, ты еще не придумал рецепт для паштета? Гуси у нас уже есть. Сделай просто самый известный гутиный паштет и будь, что будет. Герцог все равно узнает. Да и толстый князь тоже. Да нет. Я возьму свежие молотые муки. Ты прав. Так или и так, я все равно уже труп. Транишь меня? Я тебя укушу. Свернешь мне шею, уйдешь под землю. Что? Ты говоришь? Транишь меня, я тебя укушу. Волшебная гусятина? Могу поспорить, ты не всегда была покрыта этими перьями. Я Мими, дочь главного повара-волшебника Сулеймана. Мой отец знал много тайн поварского искусства. Гусь говорит, тише, иди послушай. Как-то он поругался со знаменитой феей Критервис. И за это она меня превратила в гусину. Но фея Критервиса меня заколдовала. Тогда она сделала это только с помощью какой-то травы. Мы должны понять, с помощью какой. Но это будет очень трудно. Но что будет с тобой дальше? Так, сначала ты должен приготовить паштет, иначе ты погибнешь. Тогда тебе никакая трава уже не поможет. Что? Что ты говоришь? Я говорю, что мой отец часто готовил его для волшебника Сулеймана. Ты знаешь рецепт этого паштета? Да. Давай же, принеси других. Мы можем начать. Это счастливый день в моей жизни. Как это благоухает. Великолепно. Король паштетов. Нет, 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 мой дорогой, мы сами. Разрешите, князь? Конечно же. Конечно. Я сам. Держи. Так ты великолепно готовишь. Твои паштеты просто бесподобные. И этот паштет достоин всяких похвал. Только... 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 Только это не совсем тот королевский паштет. Что-то в нем не то. Он немножко другой. Здесь чего-то не хватает. Но я приготовил его по всем правилам. Мой бой никогда бы не сказал, что здесь чего-то не хватает. Так что нечего нам голову дурманить. Ваш повар никогда не будет готовить так, как мой. И никогда королевский паштет не подаст вам на стол в королевский паштет. Что? Никогда? Здесь не хватает одной приправки. Эта трава не растет у вас. Поэтому я могу ее назвать. Чихай на здоровье. Чихай на здоровье. Без этой приправы паштет просто смесь муки и мяса. Я клянусь, что я попробую этот паштет. Чего бы мне это ни стоило, я клянусь, дорогой мой князь, что завтра утром на завтрак вы увидите на столе паштет, именно тот, или голову этого карлика на башне моего замка. Восхитительно. Завтра утром, карлик, твоя жизнь будет на волоске висеть. Извини, Яков, я совсем забыл об этой траве. Она у нас не растет вообще. Но это не так. В любое другое время, ты, может быть, и не мог ее заметить, но, слава богу, полнолуние, сегодня эта трава будет расти. Старые каштановые деревья есть поблизости или нет? Да. Внизу, в парке есть. Только в тени старых каштанов растет трава, чихай на здоровье. Ты возьмешь меня на руки и отнесешь к каштанам. Я сама найду ее. Хорошо, Мими, тогда подожди, и пока не взойдет луна. Но, мой дорогой карлик-нос, карлик останется карликом. Карликом поварского искусства. С тобой все покончено. По приказу герцога, тебе нельзя покидать этот замок до рассвета. За это я и отвечу. Ну, куда же мне идти? Мне жаль тебя. Но скажи, в парке-то я хоть могу прогуляться? Могу я выйти в парк? Из парка нашего замка ты не убежишь. Так что иди. Можешь идти. Мими, ты нашла уже что-нибудь? Нет, Яков. Туча закрыла луну, теперь ничего не видно. Бедный Яков. Есть ли другие каштаны в парке? Скажи. Я не знаю. Да, но на большом лугу озера. Пойдем, Мими, иди со мной. Я чую. Как пахнет. Вкусно. Это Яков приготовил. Я нашла тебя, мой маленький мальчик. Подождуй-ка я до утра. Тогда ты придешь готовить завтрак. Я что-то... чую. Но что? Да он здесь. Ты здесь? Он гуляет... на лугу? Это Яков? С гусыней? Луна заходит. Мими, ты должна найти эту траву. Да, Яков. Иди ко мне. Посмотри на этот красивый цветочек. Я знаю этот цвет. Этот запах мне знаком. Я уже встречал его раньше. Иди ко мне. Парси! Парси! Яков. Мими. Я снова стал собой. И это только благодаря тебе. Ты это сделала. Чудесно, Яков, чудесно. Мими, может, это тебе травка тоже поможет? Правда? Я боюсь. Я боюсь, Яков, но ты должна попробовать. Пробуй. А сейчас он еще расколдует гусыню. Неужели это Мими? Не может быть. Чары рассеяли. Она снова прекрасна и здорова. Как он смог снять чары? Фейк Ретервис. Я отомщу. Я буду мстить. Я напущу порчу. Ты прекрасна. Спасибо, Яков. Спасибо. Иди со мной. На кухню. Мими. Я накопил много денег. Мы сможем убежать. Карлик Нос. Главный начальник кухни. Как там дела с моим паштетом, а? Не так быстро. Пойдемте, князь, прямо на кухню. Что за чертовщина? Как бы меня не поймали тут. Нужно спрятаться. Никого нет. Никто не готовит. Где же этот карлик Нос? Эй. Ну что ты стоишь? Быстрее найди мне карлика. Главного начальника кухни. Весь персонал. Я хочу... этот паштет. Ну что вы так встречались, герцог? Я ведь сразу вам сказал, что вы никогда не попробуете настоящую... настоящий королевский паштет. Восхитительно. Идите к черту со своим восхищением. Ясно? Карлик Нос сейчас здесь будет. Жди здесь. Стой. Ты кто? Кто ты? Как ты попал в мой замок? На мою кухню. Главный начальник кухни. Главный начальник кухни. Я... Я... Мы... Тут это... Мы новые поварята. Да. Поварята. Ух ты. Нас нанял Карлик Нос. Да что он всего замнил? Главный начальник кухни. Главный начальник кухни. Что здесь происходит? Где Карлик Нос? Быстро отвечай мне. Надеюсь, за ним хорошо смотрят. Разве он не здесь? Что? Ты не знаешь, где Карлик Нос? Карлик Нос пропал. Я не могу найти его. Он пропал. Его больше нет. Пропал? Да, пропал. Ваш Карлик волшебник. Ваш лучший повар? Смог уйти? Главный начальник кухни. Проваливай. С глазами вдалой. Вон из моей кухни. Карлик Нос пропал. Ну надо же, какая наглость. Стойте, стойте. Да как вы посмели, мой дорогой друг? Не паштета. Не головы вашего Карлика на замке. Я думаю, что вы хотите, чтобы я ушел. Вы что, спрятали его от меня? И это представление сейчас? Я клянусь своей кухне. Клянусь. Быстро. Сюда его. Найти. Ах вы мерзавцы. Что вы делаете? Давай, вот сюда. Крендели, крендели. На завтрак. Вкусные баранки. Хрустящие. Эй, ну-ка, стой. Горшки. Покупайте горшки. Костные крендели. Гуси, утки, суповые курицы. Покупайте, не жадничайте. Одной курицы недостаточно. Нужны специи, госпожа Ханна. Коренья и травы всех сортов. Прямо с огорода моей матери. Разве это не твой Яков? Яков. Мой Яков. Мой Яков. Мой Яков. Ну как? Ты снова здесь? Мой парень. Да, папа. Это Мими. Я не думала, что увижу тебя снова. Ты видела меня в образе Карлика? Но тогда вы меня не хотели признать, Карлика. Так это все-таки был ты. Яков, ты простишь нас за то, что мы тебя прогнали? Тогда. Теперь все будет хорошо, мать. Сосед, сосед, слышишь? Сын госпожи Ханна, Яков. Вернулся, Яков, вернулся. Где же он был все это время, а? Где же он был? Это длинная история. И пусть она останется тайной. Чтобы самый большой гурман-дегустатор не узнал. Яков, так ты теперь главный повар. А ты торговец баранками, да. А вот госпожа Метте продали мне эту прекрасную утку. Нет, нет. Но как же так? Это была гусыня. Гусыня. Она нас расколдовала. Мими. Она останется с нами. Да. Здравствуй, Яков. Здравствуй, Мими. Я искала вас обоих. Я нашла вас. Что вам нужно? Что тебе нужно? А ваш прежний сын улетел из моего гнездышка. Да и гусыню с собой захватил. Чертенок. Вы не смеете разрушать чары феи Критервис. Я отомчу вам всем. Вот увидите. Это мы еще посмотрим. Не бойтесь. По моему велению, черное становится белым, а холодное горячим. Вы застынете навечно. Вам ничего не поможет. Будете стоять вечно. Ага, счастье. Раз, два, три. Все пройдет. Теперь мы разрушили твои чары, старуха. Пятьдесят лет и еще не прошли. Тебя легко поймать, мой бог. Мои чары. Из-за твоих чар больше не будет несчастья. Твое волшебство разрушено. Уходи отсюда. Набирайся. Откуда пришла. Все закончилось. Все в колдовство. Теперь мы будем праздновать и веселиться. Карлик нос. Закадровый текст читал Джонатан. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok